Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели! Роман Обломов является вершинным творением Гончарова. Образ Обломова – это вечный образ, который по своей значимости стоит наряду с такими вечными образами в мировой литературе, как трагический Гамлет и комический Дон Кихот. А что же интересного в образе Обломова и историю романа, вы узнаете из нашей сегодняшней лекции. На нашей лекции мы остановимся на следующих моментах. Первое – история создания романа Обломов. Второе – сюжет и композиция романа. Третье – сон Обломова. И четвертое – образ Обломова и отношение героя к жизни. Замысел романа. Сон Обломова как эпизод из неоконченного романа. Роман Обломов является вершинным творением Ивана Александровича Гончарова, над которым он работал почти 12 лет. По свидетельству самого писателя, Гончаров задумал план Обломова в 1847 году. И сон Обломова, как эпизод из неоконченного романа, был опубликован в иллюстрированном сборнике «При современники» в апреле 1849 года. Гончаров надеялся написать свой роман в 1849 году в родном городе Симбирске, куда он уехал на три недели. Однако работа над романом была прервана на несколько лет в связи с кругосветным морским путешествием Гончарова на фрегате Паллада. Писатель возвращается к написанию Обломова после публикации путевых очерков фрегат Паллада. Мариенбатский период в творчестве Гончарова и работа над романом Обломов. В 1857 году Гончаров уезжает на курорт Мариенбат и там завершает черновой вариант романа Обломов. Из письма Гончарова к Ефремовой мы узнаем, что он усиленно пишет роман. Я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля. У меня закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет, и я вижу вдали конец. В следующем месяце Гончаров заканчивает третью и четвертую часть романа. Об этом писатель сообщает Льховскому 2 августа того же года. Мне еще недели три пристальной работы осталось до окончания Обломова. Действие уже происходит на выборгской стороне. Надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя, и тщетные усилия друга разбудить его. Может быть, все это уляжется в нескольких ценах. История создания романа Гончарова-Обломов История создания романа Гончарова-Обломов интересна не только неожиданным творческим подъемом писателя Мариан Бадди, куда он поехал лечиться, но и любовными переживаниями самого автора к Толстой, которые вдохновили его к созданию образа Ольги Ильинской. Автор в своем письме отмечает о посвящении ей этого романа «Во имя ваше». Из письма Гончарова-Кефремовой из «Мариан Бада» видно создание героини романа по ее прототипу, хотя впоследствии писатель пытался скрыть это. «Сильно занят здесь одной женщиной Ольгой Сергеевной Ильинской, и живу, дышу только ею. Это Ильинская, некто другая, как любовь Обломова». Прототип героини Ольги Ильинской. Вдохновительницей автора Обломова предполагается Елизавета Васильевна Толстая, по мужу Мусина Пушкина. Известно, что Гончаров впервые встретился с Толстой в доме Майковых в начале 40-х годов и оставляет в ее альбоме пожелания «Святой и безмятежной будущности» с автографом Делень. В 1855 году они снова встречаются, и Гончаров, плененный ее красотой и умом, заводит с ней дружбу, посылает книги и журналы с произведениями Тургенева, Писемского, делится со своими творческими планами и дает читать главы из Обломова. Таким образом, стало известно, что героиня Ольга Ильинская имела женский прототип. Прототип героини Ольги Ильинской Роман Обломов был почти завершен Мариан Бадди и был опубликован в 1859 году в окончательной редакции. Роман Обломов имел громадный успех, который, по замечанию автора, превзошел его ожидания. Критика и писатели восторженно отозвались о романе. По свидетельству самого автора Тургенев дал высокую оценку. Пока останется хоть один русский, до тех пор будут помнить Обломова. Толстой отмечал о вечном успехе романа в письме к Дружинину. Обломов – капитальнейшая вещь, какой давно-давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова и перечитываю еще раз. Но что приятнее ему будет, это то, что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и вневременный в настоящей публике. Мережковский оценивает мастерство Гончарова наряду с Пушкиным, отмечая при этом трезвость, простоту и здоровье могучего таланта, которое озарено ровным цветом разумной любви к человеческой жизни. Статья Николая Добролюбова «Что такое обломовщина?» В критической литературе примечательна статья Николая Добролюбова «Что такое обломовщина?» Критик, выделяя в романе изображение полноты и явлений жизни, особо подчеркнул типичность произведения. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта. Мы находим в нём произведение русской жизни, знамение времени. Сюжет романа Обломов. Сюжет романа Обломов начинается с подробным описанием жизни Ильи Ильича Обломова в петербургской квартире на Гороховой улице, который почти всё время бездеятельно лежит на своём диване и размышляет о человеческом бытии. На Обломова обрушиваются два несчастья. Герой получает письмо от старости поместья Обломовки, в котором он сообщает о больших убытках из-за засухи. Вторая неприятность была связана с требованием хозяина освободить квартиру и предстоящий переезд на другую квартиру. Однако ничто не может сдвинуть Обломова с дивана. Для Ильи Ильича любое нарушение его спокойствия казалось катастрофой его жизни. Однако Обломов переезжает в дом Агафьи и Матвеевны Пшеницыной, поддавшись корыстолюбивым уговорам Тарантьева. На Выборгской стороне начинаются ежедневные свидания Обломова с Ольгой Ильинской, и он влюбляется в неё. Усилия Штольца и Ольги расшевелить, разбудить героя не увенчались успехом. Наконец герой находит покой в доме Агафьи Матвеевны Пшеницыной. От их брака рождается сын Андрей. Илья Ильич, пережив два апоплексических удара, тихо умирает на своём диване. Его сын Андрей остаётся на воспитании друга Штольца и Ольги. Его верный слуга Захар Трофимович с горя спивается и просит мы милостыню. Завязка действия. Завязка действия происходит во второй части романа, в котором описывается жизненный подъём и история любви Ильи Обломова к Ольге Ильинской. Кроме того, во второй части идёт противопоставление образа у Обломова Штольцу. Кульминация романа. Кульминация происходит в третьей части романа, в сцене, когда Илья Ильич объясняется в любви Ольги. Однако она понимает, что проиграла, так как бессильно изменить Обломова. Из-за неспособности Обломова пожертвовать своим покоем ради любви приводит к разрыву с Ольгой. Развязка действия. Развязка действия происходит в четвёртой главе, когда герой остаётся жить на Выборгской стороне, которая напоминает ему родную Обломовку, откуда веет домашней теплотой, уютным семейным бытом и спокойствием. После разрыва с Ольгой Илья Ильич женится на расторопной хозяйке своей квартиры Агафьей Матвеевне Пшеницыной. У Обломова растёт трёхлетний сын Андрей. При этом герой снова влезает в свой халат и сонливо погружается в свой диван. Эпилог. Образ писателя. Из эпилога мы узнаём о смерти Ильи Ильича и о дальнейшей судьбе Захара, Штольца, Ольги и Агафьи Матвеевны и сына Андрея. Образ писателя в конце романа идентичен автору романа, от которого мы узнаём всю историю Обломова. Так в романе описывается внешность писателя. Его приятель, литератор, полный с апатичным лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Портретная характеристика главного героя Ильи Обломова. Важным элементом в создании образа является портретная характеристика героев романа. Например, внешность главного героя Ильи Обломова соответствует его внутренней сущности. Мягкость Обломова была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. Часть первая, глава первая. Герою было тридцать два, три года. У него средний рост, приятные черты, сочетанием тёмно-серых глаз и отсутствием всякой определённой идеи на беспечном лице, где мысль гуляла вольной птицей. Если его беспечность омрачалась какой-нибудь тревогой, то на лбу являлись складки. Начиналась игра сомнений, печали, испуга. При этом герой ничего не предпринимал. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. Черты характера и атрибуты Ильи Ильича Из его характеристики видно, что Илье Ильичу были присущи такие черты, как сон, лень и скука. При этом Илья Обломов наделён добротой, честностью и искренним сердцем. Более того, лежание Обломова на диване стало его нормальным состоянием. Постоянными атрибутами Ильи Ильича выступают его мягкий диван, поместительный и послушный халат и широкие тапочки, что он мог, не глядя, попасть в них ногой. Отношения к жизни Ильи Ильича и беседы с посетителями. Встреча с Волковым и его отношения героя к светской жизни. В сценах встречи с посетителями раскрывается наиболее полно образ главного героя. Илья Ильич с философским презрением относится к человеческой суете. Так о пустых светских беседах, где говорят век об одном и том же, и светской жизни Волкова герой восклицает. Где же тот человек? На что он раздробляется и рассыпается? Десять мест в один день несчастной. Спокойная и сонная жизнь Обломова противопоставляется праздной светской жизни. Герой радуется, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой. Встреча с чиновником Судьбинским. Размышления о службе в России. Что касается чиновника Судьбинского, то герой порицает карьерную службу в России, видя в ней, мало тут человека-то нужно, ума его, воли, чувства, и то, что проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое. Обломов радостно замечает, у него есть просторы его чувствам, воображению, в отличие от Судьбинского. Взгляды Обломова в споре с литератором Пенкиным. В разговоре с литератором Пенкиным Илья Ильич выражает то, что в литературе жизни-то и нет ни в чем, нет понимания ее и сочувствия, и что в их рассказе слышны не невидимые слезы, а один только видимый, грубый смех, злость. Здесь выражается авторская позиция и критика псевдообличительной литературы 1850-х годов в противопоставлении с гоголевским направлением в русской литературе. Гуманитет Гончарова В наставлениях Обломова мы видим авторскую точку зрения на общую литературную задачу писателя. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь, любите его, помните в нем самого человека и обращайтесь с ним, как с собой. В споре с Пенкиным проявляется гуманитет Обломова, что выражается в любви к человеку со всеми ее пороками, так как в нем присутствовало высшее начало. Хотя он испорченный человек, но все человек. Сон Обломова является важным эпизодом в романе Обломов. Именно в этой части рассказывается о формировании личности Обломова. В сне Обломова подробно и детально обрисованы нравы, быт и обстановка, в которой рос главный герой. Сон Обломова. Имея хорошее образование и развитый вкус к прекрасному, герой бездействует, не работает, не выезжает в свет и даже книг почти не читает. Чтобы понять сущность героя, автор отсылает читателей ко сну Обломова. Описание земного рая, родового имения Обломовки. Сон Обломова, как отдельный эпизод жизни героя, органически вписывается в общую канву романа. Илья Ильич с любовью вспоминает свой земной рай, родовое имение Обломовка. Во сне Обломова открывается безмятежная картина «Детство Илюши». Перед читателями открывается великолепный пейзаж природы, согретая яркими лучами солнца и любовью, где небо ближе жмется к земле, как родительская надежная кровля и луна, которая походила на медный вычищенный таз. Детство Илюши В этом уголке безоблачной радости и счастья прошло детство Илюши, окруженное родительской заботой и домашним уютом. С детства Илюшу окружает забота родителей, няни и слуг, которые рьяно оберегают его то от холода, то от жары, то от всяких занятий. Илюши не позволяет выйти за двор дома или сделать что-нибудь самостоятельно. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть, уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желания. Сонное состояние Обломовки В Обломовке как будто время застывает, окутанное спокойствием и тишиной. Во сне красочно описывается деревенский быт и образ жизни Обломовки, в котором видно изобилие урожая и скота. В деревне мирно протекает жизнь, изо дня в день, заведенная жителями Обломовки. Как отмечает иронично автор, и никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, двадцати восьми лет, не родила за раз четырех младенцев, о чем уже умолчать никак было нельзя. После сытного обеда Обломовка погружалась в всепоглощающий сон, истинное подобие смерти. Сонная и спокойная картина домашнего быта навсегда запечатлелась в памяти Обломова. Два периода жизни формирования героя. Во сне Обломова мы видим два периода жизни героя. Сначала перед нами предстает образ семилетнего мальчика, у которого живой ум и полная энергия жизни. Он иногда выбегает за двор, любознателен и живой. В это время Илюша начинает воспринимать окружающую действительность, как было заведено в Обломовке. Затем перед нами предстает четырнадцатилетний Илья Обломов, который уже ощущает себя барином, пренебрегает учебой и начинает духовно и физически чахнуть. Даже в школе у немца Штольца четырнадцатилетнему Илюше надевает чулки его верный слуга Захар. Жизнь героя как программа обломовской жизни. Как мы видим, жизнь героя почти запрограммирована с самого детства на бездействие, беспомощность, сон и лень, что он бессознательно чертит программу своей жизни, его окружающей среды. Жизнь обломовки глубоко засела в душе обломова. Образ Захара. Из сна обломова видно, что он с детства рос со своим слугой Захаром, который был еще больше обломов, чем его хозяин. Образу Захара присущи такие же черты лени и бездействия, как и обломову. В характеристике слуги видны черты крайней запущенности. Его серый суртук с прорехою подмышкой, откуда торчал клочок рубашки. Во внешности Захара выделяются только его голый, как колено, череп и необъятно широкие бакенбарды на три бороды. В романе примечателен диалог обломова и его слуги Захара. Из взаимоотношений барина и слуги видна целостность характеров обломовцев с ленью, апатией и равнодушием к себе. Автобиографизм Гончарова. В образе обломова присутствуют также автобиографические черты самого Гончарова. Детство Гончарова прошло в родовом имении в Симбирске, в котором, как отмечал писатель, сохранились черты старинного патриархального быта и безмятежной жизни. Итак, Обломов является социально-психологическим романом. В характере обломова наряду с такими его качествами, как доброта, искренность и честность, доминируют другие качества, как лень и апатия, которые стали следствием влияния социальной среды на героя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...